Готовятся к летним стартам. Всероссийские соревнования по пожарно-спасательному спорту в этом году пройдут в Екатеринбурге. Туда отправятся лучшие спортсмены страны. Сейчас во всех регионах проводятся отборочные областные соревнования. В Саратове лучших выявляли в спортивном комплексе «Прометей». Об этом и других событиях в нашей рубрике. Слово Натальи Куличенковой, начальнику пресс-службы областного управления МЧС. Спасибо, Полина. Обязательно расскажу про соревнования, но сначала немного оперативной информации. За неделю в регионе произошло более 40 пожаров. Три человека пострадали, двое погибли. Основная причина всех несчастных случаев на неделе – неосторожное обращение с огнем. Все случаи произошли в частном жилом секторе. В Болтайском и Самойловском районах полностью выгорели два дома. В огне погибли мужчина и женщина. В Марксе на улице Куйбышева также горел частный двухквартирный дом. Пожар начался от загоревшегося дивана. Хозяин курил в нетрезвом состоянии. Виновника еле спасли. В спортивном комплексе «Прометей» прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту, посвященные памяти героя Советского Союза Александра Гнусарева. 11 команд со всех пожарно-спасательных подразделений области и приглашенная сборная команда Пентинской области показали, на что они способны. Всего в состязаниях соревновались более сотни участников. Первыми к штурмовым лестницам побежали девушки. Среди них и Анна Стародымова, которая сейчас входит в состав сборной России по пожарно-спасательному спорту. Она в итоге показала лучшие результаты. Мой лучший результат на башне 6,88. Я так пробежала на чемпионате мира в городе Саратов. К этим соревнованиям я не готовилась. Сейчас я приехала на сборы, чтобы поехать на кубок премьер-министра в город Казань вместе со своей командой. Мы увидим два вида. Это подъем по штурмовой лестнице и подъем и марш по трехколенной лестнице. Вот эти два вида, они одни из основных, которые проходят. Все сильнейшие, которые сегодня покажут лучшие результаты, соответственно, отберутся в сборную команду Саратовской области, которая уже в феврале будет первый старт в республике Татарстан. Новая информация уже через неделю. Спасибо, Наталья. Начальник пресс-службы регионального управления МЧС рассказала о чрезвычайных событиях за неделю.